Здравствуйте, в эфире программа «Депутатский отчет». Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня депутат Государственной Думы Сергей Доронин. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. Ну, наше, вернее, название нашей передачи говорящая. Уже понятно, что мы сегодня будем говорить о некоторых итогах вашей работы за последний год, но при этом мы не будем забывать о новостях последних дней и последних недель. Новость, которая появилась как раз-таки на днях, речь идет о том, что Министерство финансов Российской Федерации не выделит деньги на значительную часть антикризисного плана. Антикризисный план, разработан Министерством экономического развития, в том числе значительному секвестированию будет подвержена и сфера сельского хозяйства. Это порядка 23 миллиардов рублей. Минфин считает, что денег на сельское хозяйство было выделено ранее достаточно, сумма в почти 240 миллиардов рублей в рамках Ограрного комитета заместительного представителя, которого вы являетесь, там, серьезная работа проводилась. Вот как вы оцениваете такое решение Минфина? Я думаю, что, конечно же, это серьезная проблема не только для, наверное, сельскохозяйственного комплекса, который, к огромному сожалению, Министерство финансов все-таки урезал бюджет. Вот этой отрасли очень важной, на мой взгляд, для Российской Федерации и вообще для жизни, жизнедеятельности. А давайте напомним хотя бы кратко, в рамках антикризисного плана на решение аграрных вопросов, что должно было быть сделано? Вы знаете, там есть несколько версий, так скажем, этого антикризисного плана. Я думаю, что о нем говорить бессмысленно, потому что, по большому счету, в небольшом совершенно процентном отношении этот антикризисный план и реализуется, и раздается, или вкладываются деньги в экономику. Поэтому он, по сути своей, совершенно неработоспособный. Около 50 или, не помню, даже 80 миллиардов, в прошлом году разными цифрами апеллировали. Из этого антикризисного плана должно было уйти на поддержку сельскохозяйственной отрасли. И если мы будем сравнивать бюджет с прошлым годом, у нас 187 миллиардов рублей, плюс как раз те деньги, которые были дополнены антикризисными планами различными, желаниями правительства поддержать сельскохозяйство, у нас как раз-таки сумма появилась. И получилось по итогам года равное практически 237 миллиардов. Да, вот преподнесли нам 2 февраля очень серьезный подарок, неприятный, да, и обрезали наш бюджет, правильно ли говорить, там, на несколько десятков, более 23 миллиардов рублей. Ну, что в первую очередь пострадало, или что было обрезано, значит, с помощью Министерства финансов? Это докапитализация Росагролизинга, значит, это та компания государственная, которая обеспечивала техникой и комбайнами, и тракторами, и оборудованием, перерабатывающим и так далее и тому подобное, сельскохозяйственной отрасли, перерабатывающую промышленность. Я думаю, что, ну, это серьезный сигнал к тому, что там развивать вот это направление в сельском хозяйстве мы не будем, и это не очень важно для государства. То есть, в итоге некоторые сельхозпредприятия не смогут закупить технику по приемлемым ценам, с рассрочкой платежа, то есть, а должны будут работать там в связи с сегодняшним кризисом, ведь достаточно много предприятий выходит на стопроцентную предоплату по причине того, что есть серьезные риски, там, банкротство предприятий сельскохозяйственных, их неплатежеспособности и так далее и тому подобное. Вот это первое, что, конечно же, напрягает, да, очень сильно. Значит, если далее посмотреть, на чем скажется? Дальше, если мы посмотрим, то у нас финансовая помощь, значит, по возмещению процентов ставок по кредитам на 12 миллиардов рублей, вроде бы, сокращаются, да. Ну и различные направления тоже урезаются, там, об этом можно долго и упорно говорить, но сама суть того, что сокращаются у нас затраты на сельскохозяйственные отрасли, вам, конечно же, печаль. Потому что я всегда привожу пример, ну, вот флагмана, так скажем, сельхозпроизводства, это Соединенные Штаты Америки, которые, безусловно, являются лидерами в мире. И по вложению денежных средств, ну, вот мы берем бюджет сельскохозяйственный, государственный наш, да, 237 миллиардов, делим на 85 рублей за евро или там 80 рублей за доллар, и получаем на выходе, значит, поддержку сельскохозяйственного отрасли на уровне 3 миллиардов долларов, да. Соединенные Штаты Америки тратят только на поддержку через выделение малоимущим или малообеспеченным семьям значит, продовольственных сертификатов для покупки только сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленности, то есть из той продукции, которую выращивают у себя, порядка 20 миллиардов долларов, да. Ну и дальше читай по списку, там, то есть это поддержка, вот это только на продуктовые сертификаты, да. И по разным оценкам, там, до нескольких, там, десятков, ну, боюсь соврать, да, чтобы здесь не возбуждать, как бы, радиослушателей, там, 50-60 миллиардов на поддержку сельскохозяйственного отрасли через различные программы, в первую очередь, возмещение капитальных вложений, там, приобретение ГСМ, значит, приобретение яда химикатов, удобрений и так далее и тому подобное. Естественно, ни о каком импортозамещении, вот, при таком отношении, при таком отношении Министерства финансов, я думаю, что говорить не приходится. Поэтому... Но все-таки сумма 237 миллиардов по сравнению с прошлогодней, да, которую вы упоминали, но это действительно серьезное увеличение. Вы понимаете, давайте будем, как бы, реалистами, да, и говорить о том, что за период принятия и сложных дебат по, значит, финансированию той или иной отрасли у нас произошло обесценивание рубля просто в разы, да, и необходимо понимать, что достаточно большое число, там, или большие деньги тратят предприятия и на сельхозтехнику импорта, да, которая действительно сегодня, ну, на порядок высокотехничный, высокотехнологичный, там, да, отечественных, там, комбайнов, на запчасти, значит, мы тратим достаточно серьезные деньги на ядохимикаты, в которых компонентами, составляющими являются импортные средства, на семена, и, ну, повторюсь, этот список можно повторять, там, бесконечно долго, практически ничего за эти годы мы не научились делать сами. Есть, есть действительно локальные, там, какие-то производства, да, но это не массовый характер носит, и поэтому обесценивание вот этого бюджета, оно, естественно, происходит, произойдет и будет происходить, и обрезание, вот, и без того скудного бюджета, я же вот вам вначале сказал, что для сравнения, на сегодняшний день, если мы сравним, там, в твердой валюте, то этот бюджет 3 миллиарда долларов, ну, извините, он еще 2 года, 3 года назад был там около 4-5-6 миллиардов, в ценах, там, допустим, 2011 или 2012, поэтому здесь серьезная проблема, я думаю, что нас ожидают, и ни для кого не секрет, государство уже не выполняло обязательства в конце, в конце 2015 года, и у нас сельхозтоваропроизводителям многим не возмещали, не выделялись субсидии на молоко за последние, там, 2 или 3 квартала, вот, я, значит, есть такая информация, и по регионам, несмотря, там, опять на заверения и бравурные речи, там, выступления министров сельского хозяйства, министров финансов, есть сегодня незакрытые долги перед сельхозтоваропроизводителями, ну, и, понимаете, ведь сегодня достаточно высока стоимость денег, и ни для кого, опять же, не секрет, что стоимость кредита, там, для сельхозтоваропроизводителя, да и для любого, там, предпринимателя на сегодняшний день на уровне 20-22%, вот, это последние данные, я вчера с одним... Это минимум? Ну, я не знаю, это минимум, это средняя, на мой взгляд, температура по больнице, есть информация о том, что банки при, там, проблемах у должников включают, там, специальную ставку кредитования, 42%, есть информация, ну, то есть, доступность денег, она создает серьезные проблемы, и, с другой стороны, мы еще обрезаем, значит, финансирование или участие государства в развитии, так скажем, в кавычки, я бы сейчас занес слово, да, внес в развитие сельскохозяйственного отрасла, поэтому я думаю, что будут серьезные проблемы, и об этом надо говорить открыто, откровенно, и не скрывать это за, опять же, вот, бравурными выступлениями, там, какими-то газетными статьями о том, что у нас все великолепно будет. Давайте еще немножко продолжим по теме сельского хозяйства. известно, что 21 декабря прошлого года вами внесен законопроект в Государственную Думу, ваш законопроект о том, чтобы освободить от налога на имущество владельцев земельных участков менее 8 соток, не платить за эту землю, что в основе идеи этой находится, чем руководствовались? Ну, вы понимаете, что у нас последние годы, вот, в посланиях президента недвусмысленно говорится о том, что мы не должны поднимать налоги на малый и средний бизнес, да, но, к сожалению, вот, правительство, там, не знаю, не внимая, видимо, и не читая, может быть, послания президента, да, делает совершенно все с точностью до наоборот, да, вот, за прошлый год у нас поднялись различные пошлины, подати, там, не знаю, там, оплаты по различным государственным учреждениям, это вот и ЗАГС, это и оформление, я уже где-то вот в этой студии говорил об этом, да, это и оформление паспортов, и свидетельств о браке, и о рождении, и о смерти, и, ну, огромный список, да, практически... И здесь же у нас принятие закона о капитальном ремонте, да, тоже достаточно серьезно напрягает население сегодня, это дополнительные затраты, и сегодня мы начинаем, несмотря на то, что, может быть, это небольшие взымания, да, там, вот, шести соток, допустим, в Кировской области сегодня будет налог уплачивать владелец садового участка, ну, порядка двухсот рублей, но это с самым низким понижающим коэффициентом, и к 2020 году эта цифра будет по сегодняшним расчетам составлять примерно тысячу рублей, шести соток, да, но я думаю, что в течение нескольких лет этот коэффициент будет поправлен в сторону, ну, догадайтесь там, да, что называется, с трех раз, как минимум в большую сторону, да, и мы на выходе уже увидим не тысячу рублей, а может быть, пять-шесть тысяч рублей, мы считаем это недопустимо в период серьезных экономических проблем у государства, да, давайте, товарищи, развивайте экономику, а не жить за счет наших граждан. Я сам вообще сторонником являюсь того, чтобы не разводить различного, там, количества или списка различных льготников, да, ну, давайте тогда индексировать пенсии не на 4%, там, да, а на 20, на 30, как это, о чем говорит нам инфляция, реальная инфляция, а не та, которую считает Росстат, и откажемся от льгот, и будем постепенно вводить, я согласен, налоги на имущество, да, и включать коэффициенты, но, уважаемые друзья, когда мы сегодня индексируем пенсию на 4%, и с другой стороны поднимаем различные пошлины, и поднимаем, там, значит, налоги на имущество, на недвижимость, включаем сюда для приправки капитальный ремонт, ну, я не представляю, как простой пенсионер, значит, который или семья, там, из двух пенсионеров будет сводить концы с концами. Ну, здесь возникает серьезная проблема и опасение вообще за наших граждан, за наших людей. Поэтому здесь и возникают идеи такие, да, и мы вносим с коллегами-депутатами вот такого рода законопроект. То есть, внося, разрабатывая этот законопроект, вы руководствовались чаяниями миллионов россиян. Ну, вот посмотрите, у нас на сегодняшний день, для статистики, опять же, ну, не у многих есть конкретная цифра, 21 миллион садовых участков сегодня у нас в обороте у граждан, 21 миллион, значит, ну, давайте умножим там на количество людей, правообладателей, да, ну, вот это как минимум там семья из двух человек, да, ну, где-то может быть действительно это одинокие люди, ну, на полтора человека умножаем, да, там, допустим, я простят радиослушатели, 30 миллионов человек сегодня это платильщики, так скажем, семей, да, там, платильщики этого налога. Ну, вот, в основном это люди пенсионного возраста, да. Которые привыкли работать на земле и продолжают это Кстати, на минуточку, у нас по статистике же, да, до 90% картошки сегодня собирается для, опять же, для того, чтобы прокормить семью гражданами, до 90% произведенной в Российской Федерации картофеля у нас производится на садовых участках. 82% овощей у нас сегодня производится на садовых участках. Значит, 15% ягод у нас сегодня производится на садовых участках и собирается. Ну, давайте мы как-то вот к этой категории граждан будем относиться спокойно, толерантно, да, и понимать, что они сегодня не предъявляют, может быть, такие вопросы государству, вот, в резкой форме или, там, в радикальной форме, да, только потому, что они могут, по крайней мере, обеспечивать минимальные, там, корзины продуктов питания для себя самостоятельно. А мы их еще налогом. А что сейчас с этим законопроектом? Он внесен... Предварительное обсуждение? Он внесен в Государственную Думу. К первому учлению дойдет. Я думаю, что он внесен в Государственную Думу, и он стоит в повестке на весенней сессии. Будем доказывать, будем, значит, выступать. Плюс это не только граждане, вот я говорил о 21 миллионе садоводческих, не товарищей, а участках, да, в Российской Федерации. Этот закон касается еще и людей, которые на селе живут, да, вот раньше у нас там по советские времена 12 соток выделяли, да. Но вот здесь закон о 8 сотках для того, чтобы часть земельных участков еще и сельхозвладельцев, сельхозсобственников освободить от этого налога. К вопросам компремонта хочу перейти. Напомню, что мы беседуем с депутатом Государственной Думы Сергеем Дорониным. В конце, в конце как раз-таки 2015 года Госдумы был принят окончательно законопроект, разработанный Справедливой Россией. Речь идет о предоставлении льгот по капитальному ремонту для некоторых категорий граждан. Если не ошибаюсь, одинокий 80-летний пенсионер полностью освобождается, да, от уплаты капитального ремонта. 70+, 50% скидка и плюс еще первая и вторая группа инвалидов, вот эта категория. Сейчас еще вопрос в том, что данные нормы должны быть приняты на местном уровне, в том числе за собранием Кировской области, да, правильно понимаю? Ну, понимаете, там трактовка следующая. Не должны, а рекомендуется для принятия, и вообще каждый регион вправе принять такой законопроект или закон, там, рассмотреть и принять закон об освобождении от уплаты действительно пенсионеров старше 70 лет, на 50%, старше 80 лет полностью. Таковых у нас в Кировской области, значит, пенсионеров, проживающих и имеющих собственности жилье, ну, мы предварительно посчитали, да, порядка 70 тысяч человек коснется этот закон в случае его принятия, и более 50 тысяч это пенсионеры, которым больше 80 лет. Ну, суть его та же, что и по земельным участкам сложно в сегодняшней ситуации одиноко живущим пенсионерам или семьям, значит, сегодня, ну, действительно, выживать, сводить концы с концами. Я вот не упомянул еще там в том, что идет ведь серьезный и дикий рост там на лекарства у нас, на импортные лекарства. В некоторых там субъектах сегодня есть информация, поступает сигнал, что дефицит образуется, да, в связи с ростом, опять же, вот этой валютной корзины, да. — Плюс там еще новые правила сертификации. — Плюс новые правила, это там отдельная тема для разговора, да. Поэтому мы внесли на рассмотрение губернатору Кировской области вот данный законопроект такой модельный, да, взяли его практически один в один с федерального законопроекта. Ну, есть информация, что губернатор сам с этой инициативой будет выходить. Здесь как бы нет какого-то, какой-то ревности или что-то, да, чья партия там выйдет с этим законопроектом или кто из депутатов. Важно, чтобы он был действительно внесен, он, и важно, чтобы он был обсужден, чтобы его обсуждали на законодательном собрании. И наиболее важно, конечно, чтобы его в ближайшее время приняли там в том или ином виде, сделав послабление вот этой категории граждан в серьезные экономические проблемы, которые сегодня существуют у нас в России. как известно, февральское пленарное заседание УЗС вот уже скоро-скоро состоится, велика вероятность, что будет все-таки он внесен на обсуждение депутатов? Смотрите, сегодня на рассмотрение губернатора есть определенные процедуры, я боюсь, что наш законопроект на февральское заседание не попадает, потому что есть, ну, действительно, законопроект серьезный, и более 250 миллионов рублей необходимо изыскать из свободных источников, чтобы возместить выпадающие вот эти сборы капитального ремонта. Здесь необходимо там, разные регионы ведут себя по-разному, там, наиболее богатые они принимают там каким-то розчерком пера, да, этот законопроект. Кто-то договорится с федеральным центром, чтобы в виде там субвенций, субсидий вот эти деньги возмещались. Здесь вопрос, наверное, губернатору Кировской области, каким образом, значит, мы эти деньги будем возмещать, а то, что, я думаю, что голосование и там обсуждение среди депутатского корпуса, ну, я думаю, там единодушие полное должно быть, и эту категорию граждан я все-таки считаю, что мы обязаны поддержать. А если все-таки не будет привык? Ну, будем говорить, будем выступать, будем доказывать, ведь парламент это место для дискуссий, да, от французского слова парля, да, говорить, я думаю, что будем все-таки пытаться доказать нашим коллегам, что этот законопроект, этот закон, он жизненно необходим, опять же, в связи с вновь открывшимися вот такими серьезными обстоятельствами и сложной экономической ситуацией. Еще остается у нас буквально полторы минуты, все-таки хочу я вас спросить об итогах вашей работы в Кировской области, и я знаю, что рекотделение «Справедливая Россия», которое вы возглавляете, отчиталось уже о своей работе, ну, вот основные какие-то въехи, основные моменты. Ну, вы знаете, мы действительно в режиме реального времени работаем практически без выходных, и две приемные у депутата Государственной Думы, и вы и знаете приемные, и я достаточно много езжу по районам нашей области, наши депутатские корпуса работают и в городской думе, и в законодательном собрании, несколько, там, 6,5 миллионов мы потратили на благотворительность, на различные проекты, в том числе спортивные проекты, мы покупали спортивную форму, хоккейным клубом, значит, лыжником и так далее, и тому подобное, огромный перечень, об этом надо говорить достаточно долго, можно говорить, да. 270 человек побывали на приеме, 270, значит, заявлений получили, обращений, по которым мы работаем, ну, юридический отдел работает в режиме просто ежедневном, там, 80-часовом. Я считаю, что региональное отделение достаточно активно отработало 2015 год, ну и как все многие отделения, мы готовимся сегодня к выборной кампании, вот. К сожалению, я бы вот сейчас хотел, пользуясь случаем, да, наверное, пожелать главам района, в главам администрации, чтобы они не окунались полностью в предвыборные процессы, а занимались все-таки больше экономикой, да. Вот у нас на сегодняшний день пошли, значит, опять сигналы, что прессуют наших кандидатов потенциальных, это вот в Вегеранском районе глава Логинов, значит, вызывал нашего депутата законодательного собрания, предлагал ему выйти из политической партии, там, под предлогом, там, различными предлогами, но я считаю, это недопустимо, и я бы хотел пожелать, вот, исполнительной власти в первую очередь и законодательной, может быть, больше думать о ситуациях на местах. Она непростая, вот, а у нас, к сожалению, начались там различные совещания, там, какие-то, значит, планерки по поводу выборных кампаний, я думаю, что выборы, на выборы у нас отведено времени достаточно, это летний период, это август месяц, да, я считаю, что должны в выборной кампании чиновники и административные работники заниматься, может быть, в этот период, в выходной день, вот, а заниматься предвыборной кампанией, забывая и бросая все экономические проблемы, я считаю, это недопустимо. Вот такой бы совет, пользуясь случаем, хотелось дать, наверное, всем нашим уважаемым руководителям районов, значит, каких-то там организаций, государственных учреждений. Спасибо, напомню, что это программа «Депутатский отчет», гость студии Сергей Доронин, депутат Государственной Думы, всего доброго, спасибо. Спасибо, до свидания.